Какие моменты требуются знать, чтобы понять всю опасность сегодняшнего мира и к чему это все идет? Какие основные задачи и цели решаются за счет ваших личных ресурсов и каким образом происходит переключение вашей божественной энергии, которая направляется для творения этого мира, идет переключение на реализацию чужих целей и задачей. Смотрите, мы уже определили, что если вы являетесь структурированной личностью, имеющей свой внутренний стержень, вы общаетесь со творцом при помощи медитации, мантр, молитв, таким образом вы имеете уже фактически прямой канал связи обратный, о котором мы говорили выше. Но мы будем говорить о тех людях, о тех душах, которые еще находятся в поиске, в поиске целостности, целей и внутреннем понимании, а как им здесь пребывать. Потому что многие хотят выбраться из этой матрицы парадигмы. Ребята, если вы сюда пришли, поверьте мне, вам стоит просто сесть и разобраться и понять цели и задачи, которые вы ставили в самом начале, перед тем, как появиться в этом воплощении. Успокойтесь, расслабьтесь, попейте чаек или водички и поизучайте самого себя. Возвращаясь, каким образом происходит переключение энергии, мы уже поняли, что энергия идет всенаправленно в виде ветвей дерева. И вот каждая веточка – это своего рода определенная привязка, ментальная, привязка к вещам, к ботинкам, к эмоциям, к людям, к ощущениям, к страсти, ненависти, радости. И все это вот эти ветки. То есть, если у вас целостная структура, вы объединенный энергопоток, это все идет как бы энергообмен. Но тогда, когда вас разорвали такие на мелкие шнурки, тогда проще к вам переподключиться. Поэтому к божественному каналу паразиты не могут близко подойти. Поэтому они сделали вот такой личностный разрыв шаблона, дали множество вариантов развития событий, кучу информации, которая может иметь двоякое значение. Соответственно, кто как интерпретирует, тот так ее и танцует, эту информацию. И что происходит дальше? Так как вы уже находитесь в рассредоточенном энергопотоках, к вам проще подключиться. Подключиться при помощи ваших привязанностей. Вы являетесь личностью, зачастую эгоцентрической личностью. Вы стараетесь контролировать происходящую ситуацию, этот мир, эти эмоции, эти чувства. Поэтому вам постоянно подбрасывают, как говорится, на вентилятор эмоции, телепередачи, видео, всякие мусоливания из одного, из пустого в порожник. Таким образом, в эти моменты, когда вы говорите или у вас происходит синхронизация с похожей информацией, в этот момент вы идете на одной частоте с этой информацией. То есть, у вас происходит синхронизация. Таким образом, во время этой синхронизации происходит подмена понятий. Помимо того, приводился очень хороший пример, это когда в самом начале информации, когда ее дают, в основном начинают с низких посылов. Когда человек может найти свое отображение в данной ситуации. То есть, в основном, это чистая физиология, низкие инстинкты. Инстинкт самосохранения, продолжения рода, красота, личное эго. Вот ты самый классный, вот ты самый лучший, ты красавчик или красавица, ты можешь быть лучше. Вот таким образом происходит вот эта синхронизация. А после этого уже информация дается в другом разрезе, с другим посылом. И именно так, как она будет выгодна источнику, кто произвел эту информацию. И самое интересное, по закону кармы, если вам при помощи такой информации что-то дают, то уже негласно с вас что-то попросят. И это попросят, может прописываться между строк. Потому что вам как бы дают авансом. Вам дали информацию, которая вас сделала круче. Вам дали информацию, которая вас сделала богаче. Фактически, если вы не платите за эту информацию деньгами этого мира, то авансом с вас могут попросить все что угодно. И это может быть даже на ментальном уровне прописано. То есть, если ты начинаешь пользоваться вот этими техниками, автоматически источник данной информации прописывает на ментале, куда твою энергию направить под свою реализацию, под свой какой-то конкретный проект. И тебе дали, да. Но тебе дали авансом. И с тебя возьмут в три дорого. Потому что, если мы вспомним, как работает энергопоток со всеотцом, то есть, мы килограмм энергии туда направили, там в тысячу кратно энергия пришла обратно. Когда мы работаем на более низких вибрациях, то есть, с эгрегорами, со всей вот этой более низкой субстанцией, об эгрегорах, кстати, попозже, и как они работают, и как они переключают наши энергопотоки, и в чем основная задача и цели их, мы поговорим чуть позже. Это тоже интересная реализация, которая требует вашего внимания. Давайте поговорим о вещах, о каким же образом распознать информацию, которая действительно имеет в вашей жизни или может иметь очень важное значение в вашей жизни, а какая информация будет просто уводить вас в сторону и переключать постоянно. Когда вот сегодня, например, я смотрел один видеоконтент, в котором говорилось о том, что есть определенные цивилизации, которые ждут нашей эволюции, и благодаря этой эволюции они нас примут в какое-то сообщество межгалактическое. И в самом конце было буквально на несколько секунд сказано о том, что благодаря нашим личным трансформациям вот сейчас в такое сложное время люди выходят, люди противостоят всему-всему, и эта консолидация, это сообщество видит, что мы восприяли духом, и они готовы к нас включить свой состав межгалактический, дать нам технологии. И на какой момент я сейчас хотел обратить внимание? Момент очень простой. Во-первых, если понимать, что на сегодняшний момент мы, те, кто мы есть, и у нас огромный потенциал, о котором мы поговорим чуть ниже, чуть позже, может быть, сегодня. Вот. Это энергия творения, как мы можем пользоваться этой энергией, как она работает. И, зная эту информацию, вы поймете, на основании чего я сделал выводы по поводу противоречивости вот этой информации, когда за вас кто-то что-то сделает. Но давайте с самого начала. По поводу того, что вот люди начали противостоять тем событиям, которые происходят на сегодняшний момент, сами понимаете, по поводу чего. Но на самом-то деле давайте быть откровенными, люди не противостоят, люди просто хотят вернуться в свое естественное пребывание, тогда, когда им комфортно, гармонично, они могут ходить в кафешки, бухать бухашку, курить куришку и заниматься теми видами времяпровождения, которые им интересны. То есть это как здоровый образ жизни, а также и нездоровый образ жизни, который многие люди ведут в обычном своем состоянии. Поэтому люди, по большому счету, просто хотят вернуться в свою комфортную зону пребывания. То есть речь не идет о том, чтобы сделать что-то другое. Нет, их в принципе просто не устраивает то, что сейчас их лишили их иллюзии свободы, которой в принципе никогда и не было в их жизни. Поэтому здесь первая подмена понятий, в которой говорит на высокой ноте автор данного видеоролика. Поэтому сразу бросилось в глаза, когда я начал смотреть через информационную матришную структуру по отсеиванию вот этого всего шлака, хлама, который просто переключает тебя и отдает твой офигенный потенциал другим и говорит о том, что кто-то придет и сделает за тебя твою работу. Дальше, по поводу того, что мы уже разобрались, что никакой эволюции или изменений никаких не происходит на сегодняшний момент в человечестве. Оно очень низкое, низковибрационно, и больше все равно она идет через категорию личного эго. То есть оно частично у многих, например, что-то просыпается, они начинают больше в себе копаться, но все-таки концентрация, она основная идет именно через личное эго. То есть просто людям стало дискомфортно находиться в тех условиях, в которых они находятся. Да, они противостоят вещам, которые, сами понимаете, как называются, да, они правильно делают, что выражают свое личное мнение, это все правильно, но приписывать данные трансформации или данные действия к тому, что это какая-то офигенная лакшери-благость появилась у людей, и они начали сублимировать у себя какие-то высшие энергии, это уже как бы через чур преувеличение, на мой личный взгляд. Последний пункт, который я хотел бы обсудить из данного примера видеоролика, это передача нам технологий более высокого масштаба. Что можно сказать на мой мозг технаря, который изучил большое количество технических решений, и поэтому есть возможность проанализировать ситуацию, и это выглядит очень смешно, потому что это как вы заходите в зоопарк, и те животные, которые напоминают вам человека, это приматы, вы даете им, например, телефон, или даете огнестрел. То есть вы сами понимаете, что будет происходить с жителями этой клетки, которую вы дали эти технологии. Земля — это по большому счету определенный запобедник с разновидностью, находящийся на разных эволюционных развитиях душ. Поэтому давать более совершенное — это уже очень-очень-очень сильно напрягающая информация, что можно сказать из существующей информации по технологиям. У нас сейчас на сегодняшний момент предостаточно технологий, с которыми нам разбираться еще и разбираться, а также мы наградили уже такое количество проблем для матушки планеты Земля, что сам факт наличия, например, атомной энергетики сейчас, например, с Германией заключили по-моему контракт о вывозе ядерных отходов на территорию, где у нас раньше произошел атомный взрыв на Чернобыльской АЭС. То есть там делают большой саркофаг, и ребята сначала в Германии закопали все это в солевые шахты, но вода начала туда поступать, и бочки уже сгнили, и они давай оттуда доставать все и вывозят на территорию, которую я озвучил выше. Поэтому пластик, ну, пластика у нас с этим пластиком целые маленькие континенты плавают где-то в океане, которые нужно перерабатывать. Его очень большое количество скопилось на сегодняшний момент, поэтому этим вопросом нужно заниматься. Вопрос не в технологиях, а вопрос в желании, в намерении, куда направляются те средства, которые зарабатывают корпорации, которые стимулируют продажу тех или иных товаров и услуг, ну, так скажем, в оберках, в пластиковых упаковках, ну, и тудым и сюдым. Поэтому зона ответственности была переложена на человека, что во всем виноват человек, который вот так вот развивался бездумно, выкидывал большое количество углеродного следа, и поэтому планета нагревается, и у нас происходит глобальное потепление. Об этом в других анонсах по пирамиде потребностей, там эта тема будет более подробно разобрана. Поэтому, я думаю, в качестве примера достаточно информации по поводу того, каким образом дается информация и идет подмена понятий, а также говорится о том, что дадутся технологии из других аспектов и по здоровью, и летать, и там, я не знаю, все что угодно можно напридумывать. И вот такие вот философы, они позволяют забрать нашу личную зону ответственности с сегодняшнего момента и переключить на каких-то субъектов, которые мы в глаза не видели, цели и задачи, мы их не понимаем, и мы должны переключиться, довериться им и начать передавать бразды нашего правления вот им во благо, как говорится, человечества. Точно так же у нас и происходит, например, система выборов. И когда приходите, вы делаете самую главную подпись в своей жизни, это вы передаете при получении бюллетеня, подписываете бумажку, вот эта большая папочка, книжечка. Вот это и есть ваша подпись о том, что вы передаете все свои права и полномочия, обязанности третьим лицам, каким, непонятно. А потом вам выдают бюллетень, что вы недееспособны, и вы кидаете это все в мусорную урну после выборов, которую утилизируют с отрядом ОМОНовцев, на полигоны сжигают, чтобы никто никогда не узнал, какое количество и зачем, и почему. Но это все лирика, ребята, но это пример, который показывает реальность, что есть, как в малом нас объегоривают, и как пытаются нас объегорить по другим масштабам, и чтобы люди находились вот в этой иллюзии, что кто-то придет, кто-то что-то делает. Да блин, да вы каждый день занимаетесь процессом творения, но соберитесь вы в кучу, соберите свои мозги, которые разлетелись по кухонной утвари у вас, после очередного просмотра ролика на ютюбе, соберите их в пакетик и положите их в ту часть головного мозга, откуда они вылетели. Сконцентрируйтесь, начните анализировать информацию, и да пребудет с вами сила, потому что знание и правильно структурирование информации, работа с информацией, она позволит вам расширить ваши горизонты и понять, в каких местах, в каких аспектах вы упустили момент управления и передали его кому-то другому. Поэтому возвращайтесь в точку сборки, и будет то, что будет. Вы станете полноправным владельцем всей жизненной энергии, которая фактически излучается из вас каждое мгновение. Научитесь ей управлять. Об этом более подробно мы поговорим чуть позже. Обуздайте это все. Обуздайте свой хаотичный поток мыслей. Вы не можете концентрироваться на каких-то конкретных целях и задачах. Больше, не знаю, 20-30 минут. Вы не можете сосредоточиться на том, чтобы даже, говоря уже о простых вещах, например, о каком-то желании, вы в течение какого-то периода времени должны на этом концентрироваться, как пример вам просто привожу, забегая вперед. Но вы и это не можете делать. У вас блуждающий ум. Он у вас сюда полетел, туда полетел. Я хочу поехать отдохнуть. А Машка там уже отдыхала. Вот она мне такую информацию дала. Там Петька машину купил. И вы его вот так вот. И плюс YouTube у вас 24 на 7. Идет везде контентная реклама, которая вас постоянно переключает на ваши хотелки. Поэтому остановите свой ум, свое сознание. Приведите его в порядок. Выключите весь белый и черный и розовый шум, который творится у вас в голове. Сконцентрируйтесь. И после этого у вас начнутся очень классные метаморфозы благодаря взрослению и выходу на новые информационные потоки. Желаю вам успехов, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok